Друзья, добрый день, это магазин МиниТрактор и это у нас новый Сентай не просто Сентай, это Т244 а в FHT сам первый раз его вижу и там какая модификация что именно эти буквы значит я вам расскажу вот сейчас детально по техническим характеристикам но будем поступать оператор, камера будем поступать чуть-чуть другим образом сначала будем обязательно делать тест драйв чтобы каждый трактор проехал, вы посмотрели, послушали движок, как звучит, как коробка работает как он, собственно говоря, на ходу себя показывает и потом, естественно, в конце я озвучу после технических характеристик, цену так что досматриваем до конца, смотрим видео обязательно, кому данная тема интересно, подписываемся а мы сейчас будем, собственно говоря я вам сейчас расскажу по нему, чем он отличается чем он лучше, чем он за свои деньги, он дешевле и достичительно лучше многих моделей, которые сейчас китайцы ведут дороже, вот с такими же параметрами полетели за свои деньги ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает. Видите, друзья, тут косяк не в стойке, которая держит саму, а сам капот нету, но она просто не финансирована, я так понимаю, я на это надеюсь. Но, в случае трехцилиндровой, видимо, 385 литров, а она у вас Гонфрэнговского 390. 385 литров. Пятый, да? Пятый. Мы на модель где-то с 90 литров, а 1,9 литров, это 385 литров. Двигатель это 1,4 литра, 2,3 литра, и получается 24 литра, и 17,6 кВт. Идет трехцилиндровый 385 двигатель, и огромным плюсом данного трактора, в данном случае это Синтай, является то, что наконец-то, вуаля, мы получаем передний редукторный мост. И, соответственно, из-за этого мы получаем возможность более продуктивно использовать любое навесное оборудование тяжелое. Будь то погрузчик, будь то какие-то погрузочные вилы, лопата 2, 1 через 2, 2 через 2 погрузчик, без разницы вообще, пофиг. Все сюда уже будет становиться, и ходовка будет ходить лучше, чем в аналогах. Вот, друзья, пункт номер 2, коробка передач. Коробка передач идет 8 плюс 2, поддельным рычагом включается пониженная повышенная передача. Коробка передач идет усиленная, она рассчитана уже на этот мотор, это уже не 6 плюс 2, а уже 8 плюс 2. Рассчитана на этот мотор, и рассчитана на габариты данного трактора. Данный трактор идет на 16-м переднем на 6,5 и заднем 9,5 на 24-м колесе на высоких колесах. Да, база у него узкая, база у него такая же, как в XL-ке, то бишь расстояние между колес, как в XL-ке, чуть-чуть поуже, чем, допустим, в тех же ДВ-шках или в другой технике. Но его цена значительно меньше, если ДВ-шка там идет 5,7, данный аппарат стоит 5,2 плюс торт. Поэтому, друзья, кому это интересно, и кто хочет, может, такой какой-то агрегат, обязательно звоните. Вот, покажу еще раз рабочее место, чтобы вы могли увидеть его, так сказать, размеры. Размеры абсолютно комфортно разместиться. Единственное, что мне не понравилось, что сидение жестковатое, но это все и поправимо. Передняя приборочка классическая для таких днепропетровских синтая, она идет полностью металлическая, с такими кругляшками-датчиками, про которые очень много говорят, что это говно. Может быть, так и есть, но это дешевый сегмент, все-таки это не Донгфэн, и все-таки цена значительно ниже. И самое главное, конечно, их, конечно, не датчики, а ходовая коробка и мотор. Тут все с этим отлично, просто превосходно. Ну и, конечно же, тут приятные моменты такие, как кнопочки, нет уже этой дебильной крутилки. Все-таки включение-выключение света удобнее. Рулевочка находится высоко, удобно. Тут идет двухскоростной вал отбора мощности. Если я не ошибаюсь, я обязательно напишу в комментах к этому видео. Тут даже идет раздельное масляное валеное на трансмиссию и на гидравлический механизм, на подъемный. Вот. Один штатный гидровыход, вот два соска. Оно можно ставить еще, 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 еще. В принципе, можно подключить погрузчик, и мы все это тоже сделаем, укомплектуем без проблем. Под заказ, под ваш, может, ваше замовывание. Вот. Друзья, укомплектовывается дисками мини-трактор. Ой, простите, я уже заговариваю, очень много работает. Укомплектовывается грузами назад, укомплектовывается грузами наперед. Диск идет неразборной, да, диск идет обычный, то бишь колею тут вы особо не подрегулируете. Вот. Но, в принципе, для каких-то таких минимальных сельхознуж, мини-трактора с редукторным мостом, с мощной ходовкой, с 8-ступенчатой КПП, с трехцилиндровым 385 адекватным движком и, в принципе, большой габаритный уже, как 24-ка Дон Фэнк или Джин, по своему весу. Он там не сильно плюс-минус там 100 кг отличается, он уже потянет, как говорится, какие-то мощности, которые, собственно говоря, вам и нужны. Здравствуйте, друзья! Кому эта тема интересна, обязательно нужно подписаться на канал. У нас есть розыгрыш оборудования, у нас есть честные обзоры мини-трактора, где мы показываем все, какие есть их плюсы, минусы. Сегодня я показывал, да, Т-244 Сентай Днепропетровской сборки. Это с бюджетных мини-тракторов полноприводных, трехцилиндровых, самый адекватный вариант, если вы уже хотите обрабатывать какие-то гектары. 10 гектаров, 15 гектаров за счет более мощной ходовой, он и позволит за какое-то оборудование дополнительное, более сложное, к нему подключить. И, собственно говоря, будет вывозить дополнительно больше нагрузки назад, наперед, задний мост мощнее. Можно там уже 2 по 25 пушка попробовать. Косилка вирок станет, тоже, правда, самая маленькая, но уже станет отлично, будет подходить. Его масса близко, полторашки там, 1390, что-то такое килограмм. Вот, и это уже такая более серьезная техника, если вы не представляете, именно мини-трактор с редукторным мостом, мини-трактор под пахоту, под коронку, именно какие-то площади объемные, да, обрабатывать. Это именно то, что вам нужно. Конечно, как и все китайцы, там кузовня, там плюс-минус, там электрика, приборка, туда-сюда, как бы это все доедет. Вот, вот так вот, как бы, есть. Ну, мы всю эту технику готовим, проверяем, есть гарантия, тракторец, это не в городе Днепропетровске, сборка у них, в отличие, там, допустим, от других, намного на порядок лучше, цена хорошая. Набирайте. С вами был магазин Милитация, всем всего хорошего, до конца.